Приветствую всех на нашем канале. Обзор будет на видео Самвела. Приходит он к мамке и тут у нее раз резко что-то запекло в голове. Я так думаю, что это от постоянных мыслей и просто нескончаемых эмоций. Вот эти резкие перепады настроения. Самвел думает, что для матери такая мозговая и физическая активность, она на пользу. Говорит, я знаю, что делаю. Смотрел он на нее, как она суетится, порхает и говорит, ребята, я знаю, что я делаю, поверьте. Хотя ему постоянно говорили, что это до добра не доведет. Но он уверен, я знаю, что делаю. Посмотрим, чем дело кончится. Доведет мать до инсульта и обвинит зрителей, что они писали плохие комментарии, а она психовала. И в конечном итоге виноватыми окажемся мы. Так он с удовольствием эти комментарии плохие ей и зачитывал, и снимал ее беснующиеся, и тем самым зарабатывал. Так что нечего перекладывать с больной головы на здоровую. Он мать показывал и снимал с такой неприглядной стороны именно для того, чтобы люди возмущались и писали вот эти вот негативные комментарии, которые он матери зачитывал. Мог бы вообще не давать мамке телефон, чтобы у нее не было выхода в YouTube. Была бы, как Ольга Леонтьевна, снималась. Что ей захотели, рассказали. Не захотели, не сказали. Читал бы ей, например, из воздуха восторженные оды от зрителей. А она бы цвела бы и пахла, и думала бы, что ее все обожают. Все было бы прекрасно. Нет, не захотел. Так что вся ответственность только лежит на Самвеле. Кстати, мне одна зрительница написала, что у другой моей зрительницы инсульт. Она написала, говорит, у вашей зрительницы рай, и вот так вот так случилось. И у меня две зрительницы с таким именем. Я так поняла, что они между собой как-то общались. Я как-то надеялась, что это ошибка, но вот смски уже который день от нее нет. Я так рассчитывала, что это все-таки какая-то ошибка. Вот ужас просто, какой-то ужас. Мне так жаль. Раечка, если вы смотрите, выздоравливайте, пожалуйста, скорее. Дай бог, чтобы у вас все наладилось, и вы поправились. Вот когда зрители часто пишут, их уже запоминаешь, а потом раз бывает и некоторые, и пропадают. Ты думаешь, ну, может быть, просто отписались, и как-то успокаиваешь себя этим. Думаешь, ну вот ладно, у человека все хорошо, но просто по каким-то причинам он не захотел дальше смотреть или смотрит, ничего не пишет. Если вот такая вот беда происходит, это, конечно, ужасно. Я уже говорила, что у меня две Раи и две пишут активно. С Черниковой все отлично. Она выходит на связь, слава богу. А вот Мешеникова не выходит. Желаю вам скорейшего выздоровления, Раи. Я же говорю, если вы меня слышите. Вот еще одна зрительница, Тамара Ершова, на операцию легла. Вот тоже же хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, она включит видео и слышит, и, возможно, это как-то человека поддержит и немножко приободрит. И еще одна зрительница, Надежда, писала, что вот у нее была на позвоночнике операция, и вот есть у нее какие-то определенные неудобства до сих пор из-за этого. Я ей тоже желаю скорейшего восстановления. И всем постоянным зрителям, и те, которые случайно зашли, я всем хочу пожелать здоровья и долгих лет жизни. Вернемся к обзору. Считает Самвел, что он не поклоняется золотому тельцу, что медные трубы он прошел испытания, и он не подвержен вот этой вот золотой лихорадке. Ну, смотря, как это понимать. Человек, который монетизировал... Что такое? Самвел, он же даже монетизировал свой поход в туалет, потому что знает, что это купится быстрее и дороже, чем какое-нибудь обычное приготовление завтрака. В моем понимании, такой человек уже продал душу лукавому. Почему все люди умеют молчать, а я все рассказываю, говорит Самвел? Ну, потому что именно вот по этой причине продается сам, продает семью, слова, каждое свое слово он продает, поэтому и болтает много лишнего. Показывает это кольцо, никак никто на него не клюет, хочется ему его продать, и он прям, знаете, вот ездит с ним везде и в машине, и дома, и распаковывает посылки. В общем, оно у него с рук не стоит. Ну, и оставь себе и носи, раз так оно тебе нравится. Кстати, к лицу колечко Самвелу пусть носит на здоровье. Восторгается он камнями. Да, действительно, в камнях есть что-то загадочное. Это слова Самвела, загадочное. Камни в самом деле изумительные. Есть настолько красивые, с таким замысловатым рисунком, что разглядывать их можно очень долго. Вот они в самом деле завораживают. Я тоже обожаю камни, они как живые. Смотришь на них и думаешь, вот в какой вот такой нужной среде, в определенном месте, условиях лежит этот камень и растет годами, веками. Потом приходит человек, копает, копает, ищет геолог, находит его. Потом он продается, попадает к ювелиру, его шлифуют, придает форму, делают оправу. И вот уже этот камень в кольце или в другом каком-то ювелирном изделии радует глаз, радует сердце, радует душу своей хозяйки. Ну или хозяину, например, он, Севка, ходит с этим колечком, не снимая. Мне, кстати, муж тоже подарил недавно колечко. Очень оно мне понравилось. С удовольствием поделюсь с вами фотографией. Севка, как заботливый батька. У мальчика Коленьки курточка испачкалась, так Севка слюнками чистил. Какая трогательная забота. Боже мой, милота. А Коленька, какой счастливый стоит, лыбится. Нет, Коленька не нутрия, он счастливчик. Как же ему повезло. Не большого у Мишка, а свою золотую рыбку-то ведь он поймал, на это хватило у него ума разума. Теперь можно смело ходить воробьям дули крутить, а еще улыбаться, улыбаться и улыбаться жизни, солнцу, встречным людям. Ведь жизнь так прекрасна. И курточка чистенькая, и Коленька толстенький. Полные детки, они же всегда в приоритете. Они всегда умиляют. Мне зрительница под ником Butterfly написала, что Коля ее вообще никак не раздражает. Вот из всей компании он ее не бесит. Согласна, вот такое лицо у него, правда, он какой-то беззлобный. Я как-то не замечаю в нем какой-то агрессии, там скажем, какой-то подлости. Не вижу этого. Принес Самвелке пакет с пистолетиками. Лыбится, продались. Может, поэтому он такой радостный, сияет, как начищенный медный таз. Избавились от пистолетов. Вдруг они как-то, я не знаю, дышать ему спокойно не давали. Самвел показывает хрустальный салатник. Все, что у мамки продается, надо показать товар лицом. Каждому блюду, скажем так, салатнику придать какую-то значимость. Вот этой вазой я отчима бил. Ну, кому нужна ваша история? Неужели найдется человек, который купит эту вазу и будет говорить, Вот я смотрю, Самвела, вот это его ваза, он продавал. Вот посмотрите видео, он рассказывает, что вот этой именно вазой он бил отчима по голове, но не убил. Да, тогда бы эта цена вазы выросла бы в несколько раз. Тогда уже прям была бы не просто история, а кровавая история. Так вот он сейчас показывает хрустальный салатник, который очень похож на обычный стеклянный. И говорит, вот в этот салатник мама накладывала оливье там на свой день рождения, на Сереге. Ну, и Эдику делали день рождения. Про себя и Иру молчит. Их праздники не касались? Или прибедняется и просто не озвучивает эту информацию? А с другой стороны, ведь Эдик говорил, что мамка отмечала праздники, у него были дни рождения, были елки. А Ира и Самвел праздников не помнят. Такое ощущение, что они просто жили в разных домах, либо с разными мамами. Почему Эдик это помнит? Ну, хорошо, я могу допустить, что день рождения делали Эдику, а Самвелу и Ире по какой-то причине не делали. Но когда отмечались другие праздники, скажем, такие, как Новый год, Самвел этого не помнит. Ира говорит, не помню, а Эдик почему-то эти праздники помнит. Но не может же быть так, что Эдик в это время был в доме, а Самвел с Ирой вообще не пойми, где отмечали этот Новый год. Что-то где-то не сходится. Я вот посмотрела на вот этот салатник, послушала Самвелу и думаю, вот ТВ-шка, она же посмотрит это видео. И сто процентов никак на это не отреагирует. На зрителя она быстро вызверяется. Шо вы, Лиза-то, в нашу семью? Як вы мне не задолбали все же? Надуилы прям до сдыху. Ну, не показывалось бы тогда. Нет. Этот вариант ей не подходит. Она хочет показаться ей, чтобы, так сказать, обласкали ее вниманием и сказали, какая она хорошая. Вот взяла бы сама, проявила бы сознательность, пошла бы, взяла бы необходимые продукты и приготовила бы сыну оливье. Вот хотя бы сейчас, пока этот салатник еще не продан. Чтобы у Самвела осталось это в памяти, что мамка ему готовила. И был у него свой салат оливье, приготовленный для него, вот в этом знаменитом салатнике, который вот он так хорошо запомнил, из которого на празднике для других членов семьи салат там лежал. Даже фиг с ним. Готовый бы салат купила, сказала бы, я увидела, услышала, что ты говоришь. Мне стало стыдно, что вот сын, который обо мне заботится, а я ему даже салата не сделала. Или ты не помнишь, ну вот хорошо, я хочу наверстать упущенное. Прости, сынок, вот лучше поздно, чем никогда. Вот тебе салатик вот в этом салатнике. На, сядь, покушай. Неа, не будет она это делать. Продает севка деревянную лопатку за 200 гривен. Откуда такие цены, а? 3 тысячи тенге. У нас за 500 тенге можно купить. Это просто, ну, потолок цена. Продает такую штуку зеленую с иголками. У меня такая же черная только. За 300 тенге брала. Представляете, это что, около 20 гривен там, грубо говоря. Ну ладно, за пересылку бы еще платил. Так, нет же, люди платят. Нет, все-таки те, кто покупает за вот такие вот деньги, такую фигню, они еще глупее, чем те, которые вот эту ерунду высылали. Пошла мамка купить лекарства. Видимо, Самвел не подписался. Сказал, ну, у тебя есть теперь деньги? Иди, покупай. Купила лекарства, пластинки в свой глюкометр. Так, с таким вызовом. Глаза круглый, голос возмущенный. Так дорого все купила. Такие цены. А когда Самвел покупал в последнее время, с каким безразличным видом она это принимала? Самвел говорит, вот я тебе купил лекарство на 7 тысяч. Ага, ага, а вот это что купил? А, вот это купил, а то не купил. А, все купил. Ну, хорошо, спасибо, я сейчас разберу, беру. Как само собой разумеющееся воспринимала? Я представляю, если ее сейчас посадить на одну пенсию, она от стресса просто свихнется. Она чувствует реальности, потеряла полностью. И сейчас вернуть ее в нее уже невозможно без каких-то необратимых для нее потерь. Самвел дал ТВшке зачитать смс якобы от Эдика. Чуя, что все-таки эта страница, канал создан был не Эдиком. Об этом я уже говорила в сегодняшнем обзоре. Не буду на этом останавливаться. Прозвучала информация, что Эдик, как говорит Самвел, под мобилизацию не попадал и прятаться он не мог. Потому как у него на тот момент было трое несовершеннолетних детей. Но вот на днях, говорит Самвел, у старшей дочери Эдика было день рождения. Я так понимаю, что Эдик ее не поздравил. Если бы канал, правда, украли, он вышел бы на связь. Ну, а так он ни с кем не общается. Он же не выходит ни в этот вайбер, ни в телеграм-канал. Дело не в канале. ТВ-шка услышала, что у внучки был день рождения, и как в рот воды набрала. Нигу-гу. Она с этой торговлей вообще двинулась. Про Карину забыла. Про эту напомнили. А толку ноль. Зеркало продали и влепили туда фото Юлии и Коли. И где-то в уголочке внизу, как их собачонок Самвел. Зато Юля посередине во всей красе. Юля, да не та Юля. Не внучка висит у нее. Представляете, на стене. Бредятина какая-то. Чужие люди у нее висят. Друзья сына. Сам сын где-то, я же говорю, в уголочке. Продал Самвел сумку. Зрители высылают ему видео, фото и показывают, что она вся пришла просто в непотребном виде. Вся драная, какая-то облезшая. Может, Севку решили так наказать. Взяли, вроде бы как купили товар, испортили. И теперь показывают, что вот в каком состоянии. И придется деньги, получается, за это вернуть. А за сколько продали, спрашивает ТВ. Ей же теперь минусовать. Ох, это же для нее как острый нож в сердце. За полторы тысячи, говорит Самвел. И вот он, момент истины. Сумку за тысячу пятьсот, восклицает ТВ. Да не продавали мы за такую цену. Да представьте себе, продавали. Когда продавали и вписывали эту цену в свою тетрадку, драгоценную, бесценную. Так, правильно, сынок, правильно, да. Вот столько и стоит. А сейчас, когда услышал эту сумму, офигела. Полторы тысячи, да не может быть за сумку такая цена. И вот так все у вас цены задраны просто до небес. Самвел в Коломее купил носки по тысячу гривен, шерстяные, самовязка. Так, ох, это же, ну это недорого было. Ой, хорошие, теплые, подарили? Елена спрашивала. Нет, говорит, купил. И сразу глаза вот такие по стакану. В тебе шо, не фатае? Купить за такую сумму носки? Да на черта ты их брал. Как сама продает, так поломанная, битая, старая, ношеная. Но самое главное, подороже, подороже. А как если и бабушке вот тогда, помните, еще букетик цветов Самвел у нее купил? Она тоже там отсчитывала, буквально там бабушке нужны были какие-то копеечки всего лишь за этот букетик. Севка ей там отвалил что-то большую сумму, не помню уже сколько. Так кто же она, как она на него говорила? Ой, вот этой бабке какой-то дал. Зачем это нужно разбазаривать? Как себе, так дайте. Как кому-то, так вот, ляп и на всю морду. Я разговариваю, собака так внимательно на меня смотрит. Так мне смешно. Я старалась не обращать внимания, но она просто взгляд меня не сможет. Я не знаю, что она думает в этот момент. Что она скажет? Сидит, разоряется. Кого-то что-то доказывает. Что-то объясняет, я не могу. Эти животные, да чего они смешные. Главное, внимательно слушает. Ты все поняла, что я сказала, да? У меня зрители и там, и там. Ой, господи, боже мой. Все, ребята, вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Спасибо тем, кто проявляет активность на канале. Подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...